Как известно, Россию один за одним покинули все компактные фургончики, оставив отдуваться на хозяйстве вазовский «Ларгус». Однако на почти свободную поляну решил вернуться «Пежо». Притом вернуться хитро с локальной сборкой модели «Партнёр». Под «Калугой» только что начали сборку машин прошлого поколения. В начальную комплектацию включены системы стабилизации, подушка безопасности водителя да защита картера. Доплатить предлагают за противотуманки, медиасистему и кондиционер. Машина будет оснащаться двумя моторами – бензиновым и дизельным. Коробка передач – только пятиступенчатая механика. К февралю поспеет и удлинённая на четверть метра версия. Она будет дороже на 90 тысяч рублей. Зато правая сдвижная дверь для неё заявлена как базовое оборудование. Если повезёт, со временем модель подешевеет. Как известно, французы изучают возможность локализации одного из двигателей. По нашей информации, это будет дизельный агрегат отдачи 90 сил. Правда, финальное решение пока не принято. Продолжим тему коммерческого транспорта неожиданным концепт-каром «Мини». Ещё пару лет назад такое было бы трудно себе представить. Ведь «Мини» – это юркие хэтчбеки и компактные кроссоверы, нацеленные на водительское удовольствие. Но автомобильное будущее – это электрические беспилотники. То есть средства не индивидуальной, а коллективной мобильности. Своё место в этом мире ищет и марка «Мини». Результат изысканий – концепт «Вижен Урбанаут», который в эпоху повальной моды на кроссоверы со всей очевидностью утверждает, что минивены вымерли временно, и будущее за ними. Возможно, на человечество нападут новые злобные вирусы, и смельчаки, выходящие на улицу в костюмах химзащиты, так и будут называться «урбанафты». А если серьёзно, идея минималистичного однообъёмника с единственной сдвижной дверью и широкими возможностями трансформации салона выглядит рационально. Чем же заниматься пассажиром, если машину ведёт автопилот? Откинуться на подушках и релаксировать в самодвижущейся комнате из экологичных материалов. А если станет жарко, то можно проветрить салон, попросту приоткрыв лобовое стекло. Серийных перспектив «урбанаут», конечно, не имеет, но некоторые решения, вроде диодных колец фар или псевдорешётки радиатора, за которой спрятаны необходимые автопилоту радары или дары, мы ещё можем увидеть.